Как научиться правильно читать в мире с явным переизбытком информации? Как при чтении не потратить лишнее время? Как научиться во время чтения разбираться с материалом? Как развивать умение быстро читать и воспринимать информацию? Данная лекция расскажет о быстром чтении, раскроет секреты развития этого навыка. Но прежде необходимо определить ряд привычек читающего, которые значительно замедляют или снижают скорость чтения. Начнем с распространенного недостатка читать все тексты в одинаковом темпе. Значительная часть читателей привыкла читать все в быстром темпе, как бы просматривая. В таком случае одинаково просматриваются и знаменитая исповедь Аврелия Августина, и теория Эйнштейна. Есть студенты, читающие наоборот медленно. Темп чтения газетной заметки для них сродни чтению крупного сочинения по богословию. Обе крайности не способствуют адекватному освоению материала. Ключевое правило искусства чтения заключается в следующем. Способ чтения зависит от цели чтения. Как было отмечено ранее, целью чтения научной литературы может быть поиск новой информации по теме. Также процесс чтения позволяет определиться с темой будущих научных изысканий или заниматься самообразованием. Наверное, вы замечали, что некоторые люди отслеживают строки текста, вводя по нему пальцем, ручкой или читая с помощью линейки. Такая практика позволяет сконцентрироваться на тексте. Однако она значительно замедляет восприятие. Читатель отвлекается на координации и точность движений собственных пальцев. В результате уменьшается скорость чтения, поскольку мозг одновременно вынужден осуществлять несколько различных процессов или операций. На скорости чтения негативно сказывается также привычка беззвучного чтения или так называемое «читать про себя». Читатель мысленно произносит каждое слово, не шевеля при этом ни губами, ни языком, не заставляя вибрировать голосовые связки. При этом скорость беззвучного чтения равна скорости произнесения читаемых слов. Скорость чтения также снижается при повторном чтении слова или части текста. Такая необходимость возникает при соприкосновении с трудной для понимания информацией или с незнакомым словом. Также возвращение к прочитанному целесообразно, если в тексте вас что-то смутило, или же если перед вами стоит задача написать рецензию на книгу. В большинстве случаев повторное прочтение выполняется механически. По привычке, без какого-либо полезного эффекта. Изложенные причины снижают скорость чтения. Однако в следующем фрагменте мы поговорим с вами о возможности преодоления этих причин и освоения навыка скорочтения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!